В 13 лет встали на путь профессионального спорта. Год назад при училище Олимпийского резерва открыли интернат. Первый набор семиклассников за год показал результат в гребле на Кануе-Байдарках. Пятеро из 47 получили второй взрослый разряд. А вот, например, Дарья Фоминская уже успела завоевать серебряную медаль краевого первенства. Была дистанция 500 метров в двойке, я упала. Обидно было, что поехали больше половины и упала потом. И потом на соседине должно было быть 200 метров, и я во сне представляла, как я упаду. Очень страшно было ехать. Потом выхожу, и что-то прям еду, и прям нифига себе, я вторая. После девятого класса сможет поступить в училище Олимпийского резерва. Кстати, здесь же ребята и учатся. Все бесплатно. Обучение, питание, тренировки, проживание. Тем более общежития для юных спортсменов отремонтировали только в прошлом году. Местный уровень в сравнении с общероссийским. Директор училища оценивает как высокий. Таких интернатов сейчас при училищах немного. Там, где я был, примерно уровень у нас выше среднего. Хороший очень уровень. И тем более, что здесь появляется канал. То есть, получается, все в комплексе здесь проживание, питание, тренировочный процесс на высоком уровне. Поддерживать тренировки на высоком уровне помогают тренеры. Специалисты со всех уголков страны. Например, Руслан Мамутов. В недавнем прошлом действующий спортсмен и член сборной России по гребле. Крымчанин переехал в сибирский город тренировать детей. Потому что такой серьезный подход к любимому делу видит впервые. В мире такого нету точно. И не знаю, будет ли дальше. Я должен присутствовать. Я должен это все видеть. Это невероятные просто вещи. Но то есть, простым обывателям этого не оценить. А ребята, которые давно в спорте, скажем, ветераны и многие поколения, они, ну, прям с каким-то восторгом и неподопониманием, как это может. И, ну, на самом деле, выдающиеся вещи. Я думаю, это время покажет и все поймут. В этом году тренеры снова поедут по районам края отбирать лучших среди одаренных детей и выращивать из них чемпионов. А пока уже получается прививать любовь к спорту. Дарья Фоминская, например, бросать не собирается и мечтает взять медаль первенства России. Андрей Дрейер, Алексей Фризин. День с толком.